Вечером 30 марта католики латинского обряда всего мира готовились встречать Пасху Христову. При наступлении сумерек около храмов разводят огонь. Он станет одним из важных элементов грядущего богослужения. Подготовка к светлому Христову в воскресенье начинается за шесть недель. Первый день Великого Поста – пепельная среда. Во время мессы верующим посыпают головы пеплом в знак сокрушения и покаяния. Именно смерть Христа на кресте стала жертвой искупившей грехи. Это событие литургически вспоминают во время богослужения Великой Пятницы. В самом начале священники в полной тишине простираются ниц перед алтарем, символизирующим Спасителя. Во время литургии Слова Евангелие Страстей Господних читают по ролям, чтобы каждый в храме мог живее представить события того великого и страшного дня. Центром богослужения является распятие. Его выносят в храм и постепенно снимают с него покров. Распятый спаситель предстает во всей своей беззащитности и наготе. Кажется, что зло торжествует и царит отчаяние. Рухнули все надежды, но тьму рассеет едва тлеющий огонь пасхального костра. Великая суббота. На вечере Пасхи начинается с приготовления пасхала, большой свечи, символизирующей Христа. После начертания на нем символов священник вонзает в свечу пять крупиц ладаны и затем зажигает его от тлеющих углей костра. После чего пасхал заносит в храм, трижды останавливаясь и провозглашая. Именно от пасхала зажигают сотни свечей и огонь, как весть о воскресении, распространяется по всей церкви. И в храме звучит древний гимн провозглашения Пасхи – «Exulted». Далек муют сон и ангелов в небе, далек муют снины небесные, не дам возвести труба спасения, победу столь славного царя. Чем больше загорается свечей, тем светлее становится вокруг, подтверждая, что раз не существует источников тьмы, значит этот свет все заполнит собой. И живет и царствует на веке и веков. Самое продолжительное в году литургия слова ведет собравшихся в храме людей через историю народа Божия. От сотворения мира и грехопадения – исход из рабства к обещанию Богом нового духа. Именно после этих слов в храме звучит гимн «Слава Вышних Богу!» «Извинят все колокола» и зажигается весь свет. Лучи воскресения отражаются в каждом, и нет варианта не выйти из тьмы. Литургия крещения начинается с молитвы всей Церкви. В ней участвуют не только ныне живущие, но и те, кто уже созерцает Господа. Литание всем святым знаменует единство земной и небесной Церкви. Священник погружает горящий пасхал в купель с водой и читает молитву о священии воды. После исповедания веры наступает обряд крещения – радостное событие для всей Церкви. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Весть о светлом Христовом Воскресении разлетается повсюду. Ведь духу не помеха четыре стены, и тело не завалишь холодными камнями. На пасхальные торжества приходят не только католики, но и неверующие. Воскресение Христа принесло свободу от греха для всех детей Божьих. Все, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей. В этот день, когда ночи еще длинные, и за окном стоит мрак, особо радостно звучат слова христианского приветствия. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»